В марте прошлого года в котельной по адресу улицы Талсу 69 приступили к демонтажу старого оборудования. Четырех котлов, работающих на мазуте, топливного хранилища и другого вспомогательного оборудования. Снесли самую выдающуюся деталь котельной – 80-метровую трубу. Через два месяца начались строительные работы. Установили два новых котла мощностью по 10 мегаватт каждый. Технология котлов в парвенте иная, нежели в котельной на Бривибас. Щипа сжигается в кипящем слое песка. И тут технология довольно серьезная, но сложнее она, можно так сказать. Но лучше то, что тут коэффициент полезного действия больше. Тут зависит, конечно, от мощности, от используемого топлива, но где-то 90% тоже стабильно. Кроме того, в котельной оборудована площадка, где хранится 10-дневный запас щипы для обеих котельных. Построенный транспортер, склад, лаборатория, подвизные дорожки. Мы свидетели о революционном переменах теплохозяйства города, поскольку практически полностью перешли на употребление щипы сжигаемой. И еще остался котел на каменном угле топлива, поскольку нужный пар. И там можно только углем получить этот пар. Но все-таки главное топливо – это местные щипа. С началом отопительного сезона котлы работали в тестовом режиме. В сотрудничестве с генподрядчиком были выявлены и устранены все недочеты, проведены регулировочные работы. Тестовые работы уже завершены, завершены уже где-то пара месяцев, как завершены. И котлы работают, то есть наладка сделана, котлы работают в нормальном режиме. В результате реконструкции Венспилс полностью отказался от дорогостоящего и экологически неблагоприятного мазута, что позволило снизить тариф на 5,7%. Для производства теплоэнергии используется древесная щипа, а именно отходы лесопереработки, кора, пни, ветви. Также возможно использование торфа. Торф у нас по техническим требованиям, то есть сказано, что мы должны на этих котлах сжигать и щипу, и тоже торф. Ну что, ну то есть различные виды топлива. Да, и сейчас на торф мы еще просто не испытали, ну тут не было возможности, но торф мы испытаем сейчас в мае месяце. Щипа, хранящаяся на площадке под открытым небом, пережила первую зиму. Особых проблем не возникло. Когда больше много снега и очень, ну то есть низкая температура, это может быть тоже проблема. Поэтому я сказал, что щипу, то есть доставить до котла, это уже довольно такая серьезная работа. Потому мы сразу не везем эту щипу там, где вы видели, где склад, с другой стороны. Щипа привозится тут на месте, чтобы тракторист, который ее увезет туда на склад, видел, что он везет. Он хотя бы сразу видит или там большой, или комок, или что-то другое, чтобы не было проблем. На себестоимость, себестоимость должна получиться меньше, но надо реально, на какие будут коэффициенты полезного действия, котлов, какая средняя энергетическая эффективность щипы, сколько там калорий, так. Все это надо на практике выяснить, рассчитать, и потом можно будет давать ответ, есть ли основания подавать регулятор на изменение тарифов в сторону снижения или нет. Современная технология производства теплоэнергии не требует больших человеческих ресурсов. Кажущуюся огромной котельную обслуживают всего пять человек в смену. Три оператора, один из которых отвечает за угольный котел, необходимый для производства пара. Сторож, в обязанностях которого также приемка щипы и проверка ее на влажность, и тракторист. Вчера была аттестация, все, которые на аттестации присутствовали, ее сдали. Ну, конечно, это надо учитывать то, что, как я сказал, технология довольно сложная. И тут, ну, во время наладки шла, то есть, обучались вместе наши операторы. То есть, все эти, с одной стороны, конечно, эти, ну, может быть, детские полезни или неполадки, которые тут были, да, это нехорошо, но, с другой стороны, от ошибок и учатся. Масштабной реновацией подверглось и само здание котельной. На северной стороне заменили окна и аварийную лестницу. В будущем планируется здание утеплить. Средство на ремонт в размере порядка 13 миллионов евро выделило предприятие «Менсплсилтумс». Ввели в порядок и подсобные помещения. Покажите битовки, особенно туалеты, я скажу, что за контора. Да, ну, на тот момент контора выглядела плохо. Сейчас контора выглядит значительно лучше. И что важно, что это для тех людей, которые здесь работают. Там остались, знаете, как там, руки где посушить там. Ну, а все из мелочей, да. И что-то хотели сэкономить, там, бумагу где положить, там, старые. Ну, это надо, и потом такая полусломанная. Ну, не надо, это копейки стоит, а выглядит плохо. И придает такую неряшливость, я бы сказал. Объем вложения на реализацию проекта реконструкции котельной в Парвинте составил более 14 миллионов латов. Шесть из них – средства Евросоюза. Параллельно с переоборудованием котельной ведутся работы по замене теплотрассы. Проект рассчитан на три года. В 2013 году заменили 4,5 километра. В текущем планируется реконструкция порядка 8 километров. Самые главные работы будут вестись в районе Парвинте. Там будем менять разные диаметры труб. Там еще и вылится целый, и дальше там. В общем, будут еще большие работы в этом году. Новые трубы будут оборудованы аварийной сигнализацией, позволяющей определить точное место протечки. Срок их эксплуатации рассчитан на 20-30 лет. Юлия Костенко, Инжозн, Курзовская телевидение.